Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. Лежать суд идёт. Процесс над лидером ООН смогли продолжить только с помощью спецназа. Из-за чего погром? Лежать суд идёт. Когда придётся работать по-новому? Заседание погром, баррикады, штурм и снова заседание. Так избирают меру пресечения лидеру организации украинских националистов Николаю Каханевскому. Его обвиняют в незаконном применении оружия. Суд начался ещё вчера. Он продолжается до сих пор. Был, правда, вынужденный перерыв из-за захвата зала заседания, но об этом чуть позже. А сейчас о том, что происходит в Святошском райсуде в эти минуты. Там находится мой коллега Алексей Пшемызкин. Он с нами на связи. Лёша, добрый вечер. Избрали ли уже меру пресечения? Лёша, добрый вечер. Лёша, добрый вечер. Лёша, добрый вечер. Они также обвинили прокуратуру в том, что не вовремя было объявлено подозрение Каханевскому. Ну, в свою очередь, прокурор все эти обвинения опроверг. Вот как он прокомментировал слова адвокатов. Частинами пунктами ст. 77 КК Украины, что до отвода прокурора, адвокатами не озвучено. Отмечу, что еще в начале заседания, общаясь с журналистами, Николай Каханевский заявил, что все обвинения в свой адрес отрицает и что он, наоборот, является потерпевшей стороной в этом конфликте. Он также отметил, что его конфликт с экс-командиром одного из вводов правого сектора, Русланом Кочмалой, тянется уже достаточно давно и касается скандального дома в поселке Водогон. И вот, как стало известно в процессе заседания, опять-таки, по словам побратимов Каханевского, якобы конфликт, произошедший возле станции метро Академгородок, где и произошла стрельба, якобы начался с того, что Кочмала оскорбил супругу Каханевского, но и, собственно говоря, после этого между мужчинами завязалась перепалка. Вот, собственно, как он сам прокомментировал произошедшее. Есть слова, которые я не могу подарить. Мы знаем Качмала очень хорошо. Он уже более полтора года терроризирует гуртожиток. И жители моих бойцов, моих детей, моих детей, моих детей, моих детей. Я, как можно, их защищаю. В этот раз уже, как бы, он будет опасен, в основном. Ну, собственно, вину или невиновность командира добровольческого батальона АУН теперь предстоит установить в суду. Напомню, что в эти моменты до сих пор продолжается заседание, на котором ему должны избрать меру пресечения. Вот как раз сейчас суд слушает свидетелей произошедшего. Ну и добавлю, что несколько народных депутатов, радикалов уже также заявили, что готовы взять Каханевского под личное поручительство. И попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Мы продолжаем находиться здесь. Если вот будет вынесено решение суда до окончания нашего эфира, то обязательно об этом сообщим. Спасибо, Леша. Алексей Пшемызский следит за событиями в Святошинском райсуде Киева, где избирает меру пресечения Николаю Каханевскому. Накануне сторонники лидера АУН устроили в помещении суда настоящий погром. Шестерым из них уже объявили о подозрении. Их обвиняют в хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и вмешательстве в работу в правоохранительных органов. О вечерних событиях в зале суда и их утренней развязке подробнее расскажет Ольга Теребинская. Накануне вечером в Святошинском райсуде столицы начали избирать меру пресечения лидеру АУНовцев Николаю Каханевскому. Но решение перенести заседание на утро возмутило сторонников задержанного. Они требовали немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого, по их мнению, должно было стать освобождение их лидера из-под стражи. Чтобы разблокировать зал, правоохранители применили газ, заставив активистов покинуть помещение через окно. Однако после этого они вернулись, начали крушить мебель и возводить баррикады. Сам Каханевский заявил, бежать из суда не собирался, а такие действия активистов якобы спровоцировала сама полиция и решение судей. А уже утром несколько десятков правоохранителей прорвались в помещение, хватали радикалов и выводили на улицу. Полиция действовала быстро, операция длилась всего несколько минут, около 30 человек задержали. Один из них, как позже сообщили в полиции, россиянин, который находился в розыске за лжеминирование Березанской исправительной колонии. Мы применили решение их не затримать в ничный час, в ничную пору, чтобы минимизировать наследки, что до отримания будь-ким-то телесных ушкоджений. Сегодня в 10 часов утра мне была дана команда разблокировать физичным, шляхом физичного использования спецподразделя полиции, что было сделано на протяжении декольких минут. Следующим отделом ГУНП в городе Киеве порушено криминальное проведение за статьей 194-й, умисленное пошкоджение или уничтожение майна. И 296-я, часть 3-я, это хулиганство связано с опорным представителем власти. После этого заседание продолжилось уже в другом зале, но длилось недолго. Около 12-ти Каханевского забрала карета скорой помощи. Суд объявил перерыв до 3 часов дня. Ну, он с таким трудностями ходит, поскольку отримал сильно по голове. Отповедно, сейчас есть небезопасность, что вообще что-то может остаться с кровавилемом. Позже стало известно, что во время утреннего штурма полиции пострадали трое журналистов, представители Громадского униана и страна Юэй. Одному из них даже разбили камеру. Национальный союз журналистов требует оперативного реагирования на избиение коллег. А вот руководство судейского корпуса заявило, что действия сторонников Каханевского дерзкое давление на суд и настаивает на наказании всех причастных к погромам по шести статьям. Государственная судебная администрация оценила ущерб в полмиллиона гривен. Ольга Теребинская, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Подобные погромы в судах недопустимы. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. «Закон один для всех, и никто не имеет права выносить решения, кроме украинских судов». Высказался генпрокурор и относительно митингов у стен парламента. По его мнению, украинцы имеют право на протест в случае, если он мирный. По данным ГПУ, в Украине готовится госпереворот. Юрий Луценко считает, что этого и добиваются митингующие у стен парламента. Кроме этого, у ГПУ есть сведения о том, что в протесте участвуют лица безукраинского гражданства. «Хочу подкреслити, что участь в этом берут не тысячи людей, которые приезжают до Киева. Еще раз хочу подкреслити, что они имеют на это конституционное право на мирный протест. Участь в этом запланованном превороте берут гастролеры без никакого гражданства. Апатрит Михаил Саакашвили, который, будучи главой областной и государственной администрации, примусил своих подлежных оформить дозволы на постоянное проживание 20-м гражданам Грузии как ценным деятелям культуры». По словам генпрокурора, госмиграционная служба отказала Михаила Саакашвили в статусе беженца, и теперь его могут депортировать из Украины. В то же время неприкосновенности может лишиться народный депутат от самопомощи Егор Соболев. Напомню, 22 октября он подрался с одним из митингующих. По словам Юрия Луценко, инцидент произошел после того, как бывший атошник, один из защитников ДАПа, принес к парламенту свою палатку. Сейчас в ГПУ расследуют это происшествие и не исключают, что будут просить Верховную Раду лишить Егора Соболева депутатского иммунитета, в случае, если это потребуется. Егор Соболев позиционирует себя как организатор всего, что произошло под стенами. Рост экономики, эпидемия силового давления на бизнес и киевские смотрящие. Сегодняшнее заседание Совета регионального развития прошло по всем законам жанра. На кого жаловались президенту региона и кого премьер отстранил в прямом эфире, знает Инна Томина. Говорили в основном об экономике и реформах. Впрочем, сначала глава государства успокоил собравшихся. Помешать преобразованиям не удастся. Пик падения в экономике пройден, уверяет Гарант. Но для дальнейшего развития нужно бороться с коррупцией и избавить бизнес от излишнего давления. Мы стратегично договорились створить принципово новую службу финансовых расследований, которая единственная в стране только и имеет право расследовать злочины и правопорушения в экономической сфере. И нет там больше, что делать. По словам главы правительства, Украина имеет все возможности для того, чтобы уже в 2019-м достичь роста ВВП на уровне 5-7%. И без поддержки малого и среднего бизнеса этого не добиться. Знаете, на что нарекают петроемцы? На обшуке. Все, какая скалера началась по нашей краине. В 2014 году подано клопотание следственного прокурора и других россий про проведение обшуков. 67 тысяч. Арештована майна 16 310. Но в первом певречи 2017 года, только за первое певречи, почти 60 тысяч клопотаний про обшуков. Едва бизнес получил позитивный сигнал, как на авансцену вышли местные чиновники. Один из них также пожаловался на всевозможные проверки. Особенно в сфере земельного права. Петро Алексеевич, и одно прохание до вас. Хай киевский державный кадастр, выбирайте за недержавную мову, заберет своих смотрящих в нас по областях и по районам. На жалобу молниеносно отреагировал премьер и попросил доложить ему о конкретных фактах крышевания и тех, кто этим занимается. А исполняющего обязанности начальника госгеокадастра сразу же отстранили во время заседания. Пане Цвях, с данной минуты вы отсторонены от выполнения своих обязанностей. Завтра я вернусь до Генеральной прокуратуры Национального коррупционного бюро, порушить против вас справу, против всех ваших руководителей районных управлений, расследовать ее. И вы будете высадить. Потому что вам никто не дав права. Ніхто. Смотря, что осталось в 2014, далеком 2013 году. Шановный панель премьер-министр, я полностью поделяю такие подходы. И не только в сфере Держдия кадастры. Олег Николаевич, сидите, у вас был близкочий выступ. На лет 10. Инна Томина, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. По данным соцопросов центра имени Разумкова, лидером электоральной поддержки является действующий президент. И если бы выборы главы государства проходили в следующее воскресенье, в первом туре за Петра Порошенко проголосовали бы 14% избирателей. На втором месте с отрывом почти в 6% Юлия Тимошенко и почти одинаковое количество симпатизирующих у Анатолия Гриценко и Юрия Бойко. По 7%. Это результаты соцопроса, проведенного с 6 по 11 октября. Параллельно центр социсследований «Социус» представил свои данные. Согласно его опросам в президентской гонке также лидирует Порошенко с 10%. А вот на втором месте Святослав Факарчук. У него почти 9,5%. У украинской армии серьезные потери на передовой. С начала суток четверо погибших и трое раненых. Два бойца стали жертвами обстрела наших позиций в Маринке. Остальные подорвались на минах на Мариупольском и Донецком направлениях. Подробнее о ситуации в зоне АТО Руслан Смещук. Широкинский плацдарм, левый фланг. Одно из самых напряженных мест на Приморском направлении. До позиции боевиков чуть больше полукилометра. Периодически взрываются реактивные гранаты. Звучат пулеметные очереди. Приходы 120-х мин по Широкину. Ну вот сейчас ваши камеры могут не ловить. Сейчас слышна стрельба из стрелкового оружия. Ну такое практически в течение дня, особенно к вечеру. С 17 часов и до 12 могут быть еще и позже. Стрелковое оружие крупный калибр. 12,7. Работает утес. Эти позиции уже второй день под минометным огнем боевиков. Штук 15-го было точно. Прилетов было точно. Штук 15-го. Сюда пришли и туда, к нам на базу. Более активно противник ведет себя ближе к вечеру, чтобы обстрелы не заметили наблюдатели ОБСЕ. Иногда начинают открыть миномет 8-3 калибр. Сегодня с утра две мины к нам прилетели. Ну слава Богу, все нормально обошлось. И хотя последние несколько дней на Мариупольском направлении прослеживается некая стабилизация ситуации, военные продолжают получать ранения. Ворог 8 раз прицельно обстрелил оппозицию украинских защитников. Поблизу Водяновой Старогнатьевки обстрел ввелся с гранатометом и великокалиберных пулеметов. Поблизу Широкино с минометом 82-го калибра. Поблизу Марьинки с стрелецкой оружием. Внаслідок обстрелив один военнослужащий зазнав поранение. Раненого госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Соломинский райсуд столицы арестовал 149 миллионов гривен на счетах компании Trade Commodity. Деньги эти заблокированы в Одесском банке Пивденной. НАБУ и САП подозревают компанию в растрате бюджетных средств при покупке топлива для Минобороны в мае 2016 года. Общая стоимость 14 договоров о поставках ГСМ для спецтехники за счет госбюджета около полутора миллиардов гривен. По этому делу были задержаны замминистра обороны Игорь Павловский и директор управления госзакупок Минобороны Владимир Гулевич. Еще троим фигурантам объявлено подозрение. Обещанного два года ждут. Государство до сих пор не выплатило ветеранам МВД повышенную пенсию. Зато уже готовят для них новый закон. Об этом говорили сегодня в Сумах на съезде экс-силовиков. Поддержать ветеранов сюда приехал нардеп Сергей Каплин. По его словам, от закона проекта можно ожидать очередного подвоха. Ведь два года назад власть уже приняла закон о пересчете пенсии работникам МВД. Но его не провели до сих пор. Каплин заявил, что уже подал в Раду проект решение о дополнительном финансировании в 7,5 миллиардов гривен для повышения пенсии ветеранам МВД в госбюджете на следующий год. Очередная волна кибератака. О хакерском нападении заявили киевский метрополитен и аэропорт Одессы. В столичной подземке уточнили, что метро работает в обычном режиме. Разве что банковской картой нельзя рассчитаться за проезд. В одесском аэропорту все службы перевели в усиленный режим. В СБУ заявили, что проверят, была ли это массовая атака на госструктуры. Я напомню ранее, СБУ предупреждала об угрозе масштабной кибератаки на госорганы и частные компании. 11 детей в больнице, трое из них в реанимации. Таковы последствия газовой атаки в Ужгороде. В одной из школ сегодня кто-то распилил неизвестное вещество. У полиции уже есть подозреваемые. Кто они? Узнаем от Марины Коваль. В Ужгородской школе номер 9 переполох. В коридорах спасателей, в кабинетах полицейские. После третьего урока на лестничной площадке появился едкий запах. Учителя предполагают, кто-то распилил газ из баллончика. От которого все ученики, которые были в коридоре, потому что это в коридоре мы слышали, начали сильно кашлять и где-то началась слезотеча. За 5 минут в заклад все участники, и ученики, и ученики были эвакуированы в дверь. 11 учеников забрали в больницу. Трое им было настолько плохо, что пришлось положить их в реанимацию. Врач рассказывает, симптомы у всех были одинаковые. Кашель, тошнота и головокружение. Одна девчонка еще остается в реанимации, враховывая то, что она сильнее имела симптомы утруяния. Симптомы достаточно быстро проходят, и дети практически себя уже хорошо почувают, так что все страшно, уже все позади. В полиции уже выяснили, никто посторонний в школу не заходил. Подозревают, что так неудачно пошутили двое 11-классников. На данный момент мова идет про хулиганство. Я думаю, что там будет административная капитальность. Для родителей, конечно, потому что это мова идет про неповнолетних детей. Мотивы учеников-хулиганов неизвестны. Ни контрольных, ни самостоятельных сегодня в старших классах не было. С одним из подозреваемых нам удалось пообщаться. Парень отрицает причастность к происшествию. В классах весь день открыты окна. Учителя уверяют, до завтра газ выветрится, и учебный процесс возобновится. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Харьков вторую неделю в эпицентре дорожных скандалов. Не успел город отойти от ДТП с Еленой Зайцевой, как сегодня всплыла еще одна новость. Водитель, который 9 лет назад в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 6 человек, сегодня снова пойман за рулем нетрезвым. Произошло это еще в августе, но известно стало только сейчас. Сегодня ему объявили о новом подозрении. Все обстоятельства выяснила Светлана Шакера. Красный Митсубиши патрульные остановили 24 августа. Автомобиль вилял и постоянно пересекал разметку. Вот видео с регистратора патрульных. По требованию копов Митсубиши останавливается. К полицейским подходит мужчина в шортах. Пройти тест на алкоголь на месте водитель отказался. Материалы передали в суд, там подняли личное дело. Оказалось, Андрей Полтовец условно досрочно освобожденный. За ДТП 2008 года, когда погибли 6 человек. Отсидел 7,5 лет и за хорошее поведение вышел на свободу. Но вот садиться за руль не имел права. По решению суда Полтовец заплатил штраф. 10 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде. За то, что сел за руль раньше положенного, ему грозит год тюрьмы. Сам Полтовец говорит, мол, чинил машину жены и проехал всего 2 метра. В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. То есть на предыдущий день где-то принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-2 часов. В ближайшее время Полтовцу изберут меру пресечения. Это может быть домашний арест или залог. Даже после ДТП со множеством жертв харьковские водители не стали более дисциплинированными. Пользователи Фейсбука разместили вот это фото. На том же перекрестке, где в прошлую среду погибли 5 человек, Мерседес снова едет на красный свет. Позавчера бывший сотрудник прокуратуры, изрядно пьяный, на своем БМВ протаранил Славуту. Двое людей в тяжелом состоянии в реанимации. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Разнообразнейшие митинги проходят сейчас в столице. Толпы людей ходят возле Нацбанка, возле Верховной Рады и возле офисов некоторых политиков. Например, вернувшегося недавно нардепа Вадима Рабиновича, который к голосованию в парламенте предпочел отдых в одном из самых дорогих отелей Израиля. С чем связана подобная миграция пикетчиков и кто за этим стоит, разбирались наши корреспонденты. Офис нардепа Вадима Рабиновича. К зданию пришли люди с государственными флагами. Расположились в трех сторон проезжей части. Выступают против проплаченных митингов. Мы стоим за спокойствие стране, за спокойствие и политическую стабильность. Дело в том, что подавляющее большинство митингов, которые проходят в стране, в частности под Верховной Радой или же под Национальным банком, это являются проплаченными митинги. Высмеивают олигархов и подконтрольные им СМИ. Главным героем этого списка оказался все тот же Вадим Рабинович. Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? Итак, список мест проведения акций в городе Киеве на сегодня. Нацбанк на сегодня заявок не прислал. А можно огласить весь список, пожалуйста? Нужно ночевать под Верховной Радой в палатках, без денег и еды, все 15 суток. Но стоило нашей съемочной группе перейти дорогу, как ситуация резко изменилась. Как говорится, начали за здравие, а закончили. Оказалось, в ряды добровольцев вдруг снова затесались те самые проплаченные активисты. И стоят они вовсе не против олигархов, а за повышение пенсий. И не стесняясь, жалуются, дескать, холодно, а платят мало. Нас обманули, обманули, обманули путем, да, да, обманули путем мы бы не пришли. А это просто пики дадут нам по 50 гривен, не дайте до дому. А мы рассчитывали на лучшее. Нас обманули, короче, мы обманули, и люди идут все обманули. А почему же они на миллионах спят, да, на миллионах спят. На следующем году будет на миллиарда спать. А нам не хотят добавить, даже ничего. Почему? А по 80, да, Любовь. Да. А зараз ничего не получите. Да тут, наверное, меньше. Ну, вы говорите, 50, а кто 80 тут не поймет. Это за сколько стоили? Четыре часа. С полдесятого. С полдесятого мы пришли и до часа. Так мы могли в шесть прийти. Даже после столь откровенных заявлений, так называемой массовки, направляемся дальше. И вот под теми же национальными флагами уже другие активисты. Объяснить толком не могут, за что стоят. Но все так же жалуются на низкий прайс. Нам рассказали уже, что вас обманули. Обещали 80 гривен за четыре часа. Семьдесят, сказали. Семьдесят? У нас, я не знаю, но не 80 гривен. Нам сразу сказали 70. А мне кажется, что это слишком мало, чтобы стоять четыре часа. Мало, ну а мы стояли возле банка национального. Там платили 80. И вот это, я его одобряю, вот это депутаты за життя. Я просто хочу до его партии перейти и рассказать за свою ситуацию, которая у меня дома произошла. Оказалось, это все те самые якобы вкладчики лопнувших банков, которые стояли у Нацбанка больше месяца. За то же самое життя. Нардепа Рабиновича. Теперь пришли защищать его непосредственно под офис. Не знаем. Нам еще ничего не сказали. Никто ничего. Нам же не говорят даже почему. Какая цель. И тут дежавю. Люди начали сбиваться в колонны, чтобы получить то, ради чего пришли. То есть кровно заработанные 50 гривен. А получив свое, тихо и мирно расходятся. Как после тяжелого рабочего дня. Прохожие уже смотрят на эту картину привычно. Ну, как люди зарабатывают, как могут в этой стране. Поэтому и стоят. На что им еще делать. Вот бабушки сидят дома. Привычно в центре этой мизансцены снова оказался лидер партии за життя. А итог проплаченных митингов традиционный. Ровно в час дня толпа расходится, не получив обещанного. Кинутыми остались все спонсоры и нанятая массовка. При этом в адрес Рабиновича продолжают сыпаться обвинения в работе на власть. Ведь те же якобы бессрочные митинги под НБУ фактически блокировали возможность для реальных обманутых вкладчиков и других полицил использовать площадку под Нацбанком для своих протестов. Юлия Жешко, Леонид Абурин. Подробности телеканал Интер. Дело о квартирных аферах в Черкасах наконец-то дошло до суда. Напомню, группу местных адвокатов подозревают в том, что они отбирали квартиры у владельцев, используя поддельные договоры. Причем не без поддержки исполнительной службы. Мы уже не раз поднимали эту тему. И вот какое продолжение она получила. Посмотрите, пустите посмотреть женщину. А вы не бьете, пожалуйста, на холынку? Пусть. Это кадры двухгодичной давности. Известный в Черкасах адвокат Сергей Гартингер с группой молодчиков отобрал квартиру у 80-летней пенсионерки. Выпихались. Тут на палочной крови все спали. Мама сейчас спала. Неделю назад суд вернул пенсионерке половину ее квартиры. Все началось еще в конце 2013 года, когда уже за погашенный долг судебные исполнители продали с аукциона часть квартиры Сергею Гартингеру. Еще через год адвокат предоставил документы о том, что пенсионерка якобы взяла у него 7,5 тысяч долларов за вторую часть недвижимости. И через ту же исполнительную службу выкупил квартиру полностью. Вот ее фамилия Ба Бешена. Пишут Би Бешена. Ну не она подписывала. Ну смотри. Видно, что это не копия одного документа. Явно. Право взымать долг Гартингер передал своему знакомому. А тот через суд добился продажи второй части квартиры. В счет погашения долга. На сегодняшнем заседании родственники-пенсионерки пытаются оспорить это решение и вернуть квартиру. Из ответчиков на заседание явился только представитель исполнительной службы. Гартингер на суды не ходит. В своих пояснениях сотрудник ГИС постоянно путается. То с адресом пенсионерки, то с ее возрастом. По документам исполнительной службы Ульяна Трофимовна на 30 лет моложе. Пояснить не могу. Я не был выполнен в этом проведении. Я лишь констатую факты, которые на данный час. Александр за этим делом следит с самого начала. Он уверен, без помощи судебных исполнителей адвокат Гартингер не смог бы организовать такую аферу. Державные выполнители, которые проводили всю подготовку документов, ввели это выполнение выполнение. Тут до этих выполнителей выникают вопросы, потому что там есть ряд порушений в законодательстве. Официально потерпевших от действий адвоката Гартингера четверо. Неофициально гораздо больше. Адвокат, как сам не раз рассказывал, специализируется на выселении должников. Видео своих подвигов он не стесняясь выкладывает в интернете. В полиции этим уже заинтересовались. Открыли три уголовных производства. Одному из сотрудников ГИС даже вручили подозрение. Особа данного адвоката фигурует по одному кренальному проведению. Его участь в данном кренальному проведению проверяется в рамках сейчас следующих действий. Один из кренальных проведений уже направлено в суд. В связи со скандалом вокруг Сергея Гартингера, ассоциация адвокатов недавно аннулировала его лицензию. Полиции уверяют, в скором времени Гартингеру будет предъявлено и подозрение по одному из уголовных производств. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Придется праздновать. Дональд Трамп неожиданно решил отмечать в США день ООН, 24 октября. Почему политик, который считал организацию ненужной и грозился сократить финансирование, теперь не скупится на комплименты? Дмитрий Анопченко о планах американского президента. ООН устарела. ООН погрязла в бюрократии. ООН в принципе не нужна. Баллотируясь в президенты, да и до этого, еще не будучи политиком, Трамп объединенные нации откровенно не жаловал. Зато теперь неожиданно праздник провозгласил. Издав специальную прокламацию, мол, Америка привержена деятельности ООН. Организация играет важную роль, а Совбез так вообще. Важный форум для реагирования на угрозы миру и безопасности. Почему Трамп так резко сменил риторику? Долго гадать не нужно. Он обеспокоен ситуацией с КНДР и тем, что Америка при всей ее военной и политической мощи по сути не может ничего противопоставить. Объективно не способна самостоятельно остановить Пхеньян. И нуждается в помощи ООН, чтобы давить сообща. Раз так, то можно и о критике забыть, и комплиментов не жалеть. Тем более, что праздник, мелочи приятно, стране ведь ничего не стоит. С другой стороны, даже в этом указе Трамп о самом важном для него не смог не упомянуть. Отметил, ООН должна быть подотчетна государством-членам. Иными словами, больше прислушиваться к тем, кто ее финансирует. От идеи реформировать главную организацию мира Трамп по-прежнему не отказался и по-прежнему намерен экономить. К примеру, Соединенные Штаты настаивают на сокращении ряда дорогостоящих миротворческих операций под эгидой ООН. Но угрозы Ким Чен Ина смешали сейчас все карты. Люди, вхожие в Белый дом, неофициально делятся. Девка, если Трамп и решится на удар по Пхеньяну, хочет, чтобы это было не его личное решение. Ему нужны и коалиция, и если уж не мандат ООН, то хотя бы отсутствие противодействия. А значит, организация, день который с легкой руки Трампа сегодня отмечают в Штатах, снова приобрела и вес, и важность. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Униженная и оскорбленная. По репутации британского премьера нанесен серьезный удар. В прессу просочилась информация об ужине Терезы Мэй с главой Еврокомиссии. И представили ее совершенно отчаявшейся женщиной, которая пытается удержать ускользающую власть. Что на самом деле произошло за закрытыми дверями, выясняла Светлана Чернецкая. Раздор между Лондоном и Брюсселем спровоцировали немецкие журналисты. Влиятельное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью о том, как прошла экстренная встреча британского премьера и главы Еврокомиссии. По источникам немецких журналистов, Жан-Клод Юнкер рассказал коллегам, что Тереза Мэй была больше похожа на жертву, чем на равносильного партнера. Выглядела беспокойной, подавленной и даже отчаявшейся. Жаловалась на друзей врагов, ждущих ее падения. Рассказывала о тупике, в котором оказалась из-за Брексита. И умоляла о помощи и уступках со стороны ЕС. В принципе, это описание очень похоже на правду. Тереза Мэй действительно сейчас в очень шатком положении. И призывы к ее отставке звучат даже от соратников по партии. Но слить такие подробности разговора по душам равносильно удару в спину. Понятно, что британской стороне это невыгодно. Значит, утечку допустил Брюссель. В Еврокомиссии обычно слухи не комментируют. Но в этот раз пришлось, ведь скандал ставит под угрозу переговоры по выходу Британии из ЕС. Я четко заявляю, что президент Юнкер никогда бы не употребил слов, которые ему приписывают. И никогда бы не сказал ничего подобного. Мы будем признательны, если нас оставят в покое. У нас много работы и нет времени для сплетен. Брюссель настаивает, вся история от первого до последнего слова сфабриковано. И вброшено с одной целью – сорвать и без того трудные переговоры по Брекситу. Вмешался в ситуацию и сам глава Еврокомиссии. Юнкер настаивает, не давал никаких комментариев по результатам встречи с Мэй. Говорит, рабочий ужин прошел прекрасно, а премьер была в хорошей форме и держала удар. Но несмотря на все заверения, репутационные потери Мэй уже понесла. Если в начале карьеры ее называли второй железной леди, то сейчас считают слабым лидером, не способным добиться хороших условий для Британии при разводе с ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Гастарбайтерам здесь не место. Жителям Восточной Европы будет сложнее теперь устроиться на работу в более богатых западных странах. Евросоюз меняет правила для перемещенных лиц. Инициировал реформу французский президент Эммануэль Макрон. Что изменится, узнаем от Елены Абрамовича. Министры занятости и социальной политики Евросоюза искали согласие от 12 часов до полуночи. Вопрос конфликтный. С одной стороны, западные страны недовольны наплывом работников из Восточных, которые соглашаются на более низкую оплату труда и худшие условия. С другой, Восточные не хотят потерять налоги, которые получают от своих граждан-гастарбайтеров. Это действительно очень важно, потому что речь идет не просто о справедливости на рынке труда. Я полностью поддерживаю свободу передвижения, но она должна быть организована честно, с четкими обязательными для выполнения правилами. Внутренний рынок – это система, а не джунгли. Особенно активно реформу продвигал французский президент. Эммануэль Макрон называл старые правила одной из причин высокого уровня безработицы во Франции. И настаивал – это явление не что иное, как социальный демпинг. Компаниям нужно запретить брать на работу иностранцев на зарплаты ниже рыночных, а сроки контрактов сократить. Надеюсь, нам удастся достичь договоренности в ближайшие дни или недели, чтобы ограничить на период до одного года командировки для работников, направленных из других стран ЕС. Это будет адекватная стратегия контроля, соответствующая принципу справедливой оплаты труда. Договоренностей достигли. Вместо 30 месяцев контракта для иностранцев ЕС предлагает подписывать на 12, а еще усилить контроль за их выполнением и повысить оплату труда. Обновленную директиву теперь передадут на обсуждение Европарламента. После согласования у стран будет 4 года, чтобы начать жить по новым правилам. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Кто стал лучшим футболистом мира по версии FIFA и как поклонники Стива Хокинга полошили сайт Кембриджского университета. Об этом и не только в нашем обзоре. В Греции торжественно зажгли Олимпийский огонь зимних игр 2018-го. Театрализированное представление прошло на родине соревнований перед храмом богини Геры. Верховная жрица передала факел первому участнику эстафеты Олимпийского огня греческому лыжнику. Отсюда факел переправят в Южную Корею. Именно там, в городе Пхенчхан, состоятся зимние игры 2018-го года. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Криштиана Роналдо пятый раз подряд стал лучшим футболистом мира по версии FIFA. В составе Реала Роналдо выиграл Лигу чемпионов, Чемпионат Испании и Кубок страны, а также Суперкубок. В опросе футболист обошел своих главных конкурентов. Звезду Барселоны Леонеля Месси и форварда ПСЖ Неймара. Свои голоса за Рональдо отдали главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов. Удар молнии засняла жительница Аргентины. Случайно. Женщина фотографировала своего 12-летнего сына, когда он во время грозы держал над собой зонтик. В этот момент рядом с мальчиком ударил мощный разряд. Смартфон выпал из рук женщины и она с сыном убежала. Об этом случае узнали журналисты и убедились, что с подростком, к счастью, ничего страшного не случилось. Тейлор Лейн из Калифорнии смастерил доску для серфинга из окурков. Остатки сигарет собирал все лето. На пляжах, парковках и дорогах. Всего 10 тысяч окурков. Кроме того, Лейн победил на конкурсе досок, сделанных из вторичных ресурсов. Другие участники привезли доски из картофельных мешков и упаковок. Австралиец сконструировал борт из двери в туалет. А в прошлом году победитель создал доску с деревянных ящиков для моркови. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра.